всем привет сегодня у нас будет обзор на питомца прокачанного на максимальный пока допустимый уровень и умение этого мисс очень кайфово в пвп режимах это будет драку он у меня максимальной прокачки 35 уровень девятый скилл урона он наносит 5274 пока на максималке на 35 уровне скорость передвижения 250 также дополнительно он дает 30 процентов от атаки героя которому предназначен в данном случае ночи стоит фрея из этого такой урон давайте поставим будем тестировать его на анубисе который весается сажу вам возьмем анубиса видите атака упал и 5 798 какая основная функция и основной кайф от этого героя когда героя атакует имеет 40 процентов шанс внести урон равный 620 процентов от атаки питомца я вам скажу так что этот шанс 40 процентов он фактически всегда будет бить у вас по кулдаун то есть прошло две с половиной секунды он ударил прошло две с половиной он опять ударил он снимает энергию атакованный героев на 50 куда он две с половиной секунды то есть каждых две с половиной секунды он уже будет снимать с противников 50 единиц это очень много это фактически как горка то есть и реально вы пока не убьете героя питомец не умрет скажу так ну я им пользуюсь практически везде во всех по локациях всегда его беру потому что от него очень большая польза теперь давайте посмотрим еще какой толк это его прокачки почему его стоит прокачивать у нас есть питомцепедия где у нас различные сборки питомцев дают различные бонусы вот например на 26 уровне бонус опыта у вас в пришествии монстров будет плюс 6 процентов это пока максималка я думаю со временем они поменяют опять добавят какие-то давала прокачки также в фарме в королевской битвы он дает бонус красных кристаллов за каждый бой который в этом с монстрами провели у вас там даются красные кристаллы у меня за каждый проведенный бой еще дополнительно плюс 18 процентов плюс 18 точнее единиц дает это скажу вам очень было заметно даже при прокачке там на 20 на 16 на 21 на 26 времени очень быстро красные кристаллы копятся они нам нужны в основном для ковки рун для поднятия левел также тоже немаловажно бонус кристаллов подземках на 21 плюс 10 16 8 ну на максималке плюс 12 единиц это тоже если вы на максимальной локации носим 10 дают 110 плюс 12 видите мы не получаем но все равно мы получаем бонус даже если неудачно мы тут получили основной бонус у нас всегда плюсуется плюс 12 и так на всех бонусациях это очень круто так где там наш анубис он собранный вот наш анубис сажу давайте посмотрим на питомца в действии вот как раз интересная база череп есть он заряжается череп видите он ударил его он не опять ударил не дает просто не дает заряжаться вот этом весь кайф вот опять минуснулась энергия в черепа на 50 единиц уйдетами кинди выпустил случайно жалко уже всех послевали вот так вот так давайте на кого-то другого нападем вот кучно может тут будет получше когда герой встанет питомец тоже не особо работает он работает чисто по героям то есть он здание тоже рушит кстати что немаловажно когда он бьет именно по героям вот так вот нас зашатали даже не дали нормально толком показать сложно конечно показать умение питомца но постараюсь он работает только когда герой атакует в защитном режиме питомец этот не бьет то есть ему только надо взаимодействовать самому герою для того чтобы питомец активировал свое умение очень классно он заходит в забытой битве на атаке фартов где герой у вас стоят кучно он бьет одну цель но вокруг цели тоже получают урон так ну тут что-то интересное давайте попробуем как-то хранителя вытащить думаю выбежит да вот выбежал видели вот первый удар питомец ударил конечно ну без сам по себе сейчас раздаст посмотрите он просто не дает хранителю возможности зарядиться да и хранителя уже в принципе нет давайте поставим на кого-то другого героя давайте на фрейм потестируем она в принципе должна нормально жить и не утекание стоит героя поменяем точнее питомца конечно тут свои плюсы минусов то я будет героем убивать сейчас сразу вот смотрите на хранителя не знаю что вы там увидели это ничего не видел быстро слили нас так пробуем тут ну давай уже иди видите проблема проблема к базе даже подойти не все-таки ставим на рубиса назад для того чтобы героя прокачать на максимальный уровень то есть если вы хотите там получить максималку вам надо будет еще семьсот восемьдесят повторок собрать но скажу вам так постепенно они собираются так какие-то у нас даются из бесплатных попытки за выполнение ежедневных заданий то есть прокачать его это не проблема ну давай бей вот он ударил он тоже бьет по зданиям вокруг то есть если вы хотите его использовать просто просто бешеные фрейм не знаю один из героев которые очень начал мешать стрелок еще был более терпимый сейчас уже и фрейм реально уже замахали как не дадут нормально ничего сделать в рейдах потестить еще один хороший плюс то что разработчики все-таки не ввели лимит на получение повторок у меня там уже больше 2000 дракончика я думаю когда выйдет обновление возможность прокачать десятые скиллы прокачать до следующего давала у меня уже будет 40 мы уже сделаем ему десяточку вот видите что делается при том что мы стоим ну понятно по нему не попадают ну ничего только мне видим знаю как как вам показать тест этого героя сейчас попробуем напасть на кого-то у кого где-то герои будут в сторонке стоять и на такие н.б. я смотрю уже у большинства фрейм даже стоит так ну вот тут вроде интересно попробуем как-то так забирать если конечно не выживут хотя тут вот забор энергии делают нормально должно быть видите пока герой бежит там ливни не атакует питомец ничего не делает а вот питомец ударил сто восемь тысяч и снял у всех энергию минус пятьдесят процентов так оно вроде и незаметно но по локациях давайте на арене попробуем потестируем это очень заметно будет так мы еще там в топ не поднялись вот у нас стоит этот анубис давайте только его возьмем старт вот он ударил в арку понятно все давайте попробуем по центру пробежать вот видели прилетела всем соответственно все разрядились вот еще раз прилетела то есть у него такой вот еще у него такой плевок огненный идет он просто снимает энергию как видите герои не успевают заряжаться они помимо того что они не попадают по анубисе так вот дракончик еще их полностью разряжает давайте а у нас шанса нету давайте возьмем шансы еще на этого находим вот он тоже по центру идет вот опять ударил кстати неплохо будет потестировать его на душегубе в принципе смысла сейчас нету этого делать основное я вам показал для чего этот питомец то есть его можно использовать на битве гильи только осторожно потому что он будет частично вокруг цели на которую он будет бить будет рушить здание можно его использовать в забытой битве тоже на танке желательно его использовать на танках потому что нужен герой который будет долго выживать то есть это может быть рину может быть пикфут у кого там есть некрас можно на некрас составить череп ну в основные такие герои анубис стрелок даже кто имеет защиту и кто дольше всего у вас пачки выживает и надо ставить так чтобы герой дну скажем так был на задней линии потому что если он будет впереди очень велика вероятность того что его просто солью то есть лучше ставить все таки его какого-то дальника ставить даже на того же самого одержимого тоже будет интересно потому что он будет бить не с передней линии все таки будет бить сзади и герои не сольют его так быстро как там например кого-то героя кто у вас будет впереди линии этот герой работает не от того что вашего точнее питомец не от того что вашего героя атакует это того когда ваш герой атакует то есть тут основная задача чтобы он атаковал и прожил чем дольше в забытой битве очень офигенно смотрится там герои стоят кучно он бьет сразу по зоне сразу разряжает для того чтобы опять же он ударил первым надо чтобы герой был дальний который первым ударит и у вас будет шанс что ваш дракуа разрядит полностью всю пачку атака фортов само собой в принципе с таких локаций еще можно там где вам не хватает разброса можно даже его на волнах использовать все таки две с половиной секунды тоже как-никак иногда вам смогут помочь разрядить того же демона там например с отражением то есть тоже есть от этого плюс ну и плюс самый большой то что он бьет зонально то есть у него не одна цель а у него несколько целей благодаря этому он реально очень кайфовый в принципе основу я вам рассказал показал вы уже сами решаете стоит качать не качать потому что многие говорят вот питомцы мне надо качать много ресурсов ребята каждый питомец это фактически еще один герой в дополнение к вашему поэтому всех питомцев надо гнать на максималку хотя бы даже ради бонуса до двадцать шестого лавала догнать ну а в идеале конечно лучше по максимуму потому что питомцы особенно там другие связки очень много чего решают в прокачке аккаунта и в игре все пишите комментарии какого питомца вам в следующем кинуть на обзор ставьте лайки подписывайтесь на канал ждите новых выпусков всем пока пока все